Виктория Кузнецова неоднократно сталкивалась с проблемой реабилитации в Рязани. Она говорит, что многим родителям детей-инвалидов приходится нанимать врачей-реабилитологов, чтобы помочь своим детям. Очень мало реабилитации в Рязани. У нас есть один центр ДЦП, где мы три раза в год лежим. И вот дом ребенка, ну там очень редко получается. Хорошо, благодаря мамочкам, которые приглашают специалистов к нам в Рязани, мы ходим платно тоже, со всеми занимаемся. Проблемы с реабилитацией по всем фронтам. Сейчас Виктория не может получить необходимую коляску, которая обеспечивала бы Мише правильное положение тела, чтобы у него не было сколиоза. Однако коляску она ждет уже два года. Еще проблема в том, что ФСС не дает нам инвалидные коляски, которые очень нужны для реабилитации ребенка. Ни комнатную, ни прогулочную. Они звонили, мы писали заявление, сказали обещай, сказали дадут. Уже ждем два года. Виктория Кузнецова, как и другие родители детей-инвалидов, надеется, что видеообращение к Владимиру Путину поможет созданию Центра медицинской реабилитации в Рязани. Многие инвалиды смогут бесплатно получить те услуги, которые им сейчас недоступны. Видеобращение, которое мы отправили непосредственно Владимиру Владимировичу, говорит о том, что мы хотели бы попросить его о помощи, взять под личный контроль этот вопрос. Это проблема не только нашего региона. Было бы замечательно, если бы построили центр, который могли бы посещать, и которым проходила бы реабилитация детей из соседних регионов. Когда начали собираться вместе все родители Рязанской области, родители особых детишек, детей-инвалидов, и озвучивать свои проблемы уже на всех уровнях, на уровне региональном, на федеральном, и мы стали доносить до самых крупных чиновников, в том числе до Кузнецовой Анны Юрьевны, до Лысенко Александра Евгеньевича, и мы поняли, что всем нашим родителям, большинству, очень нужен медицинский реабилитационный центр. На данный момент в Рязани проживает около 3,5 тысяч детей-инвалидов, взрослых в два раза больше. Все нуждаются в квалифицированной медицинской помощи и реабилитации. На данный момент в Рязани создан центр социальной адаптации в Сосновом Бару. Правительство Рязанской области на совещании как бы озвучило, что да, центр будет в Рязани, не совсем медицинский, а центр социальной адаптации, что тоже очень хорошо для нашего региона, и пусть он будет, и мы его давно тоже ждали, но нашим детям нужен, так сказать, еще и медицинский центр реабилитации. Это очень важно, потому что именно медицинской реабилитации нам не хватает в регионе. Тяжелым детям, детям с ДЦП, с генетическими синдромами. Сейчас, на данный момент, эти родители вынуждены вывозить своих детей в Петер, в Москву, в другие регионы, чтобы полечить и реабилитировать. Медицинский реабилитационный центр помог бы решить многие проблемы региона. Члены инициативной группы родителей детей-инвалидов надеются, что наш президент их услышит. Олеся Котровская, Игорь Глотов, телекомпания «Город».